Добрый день, дорогие зрители моего канала! Я рада приветствовать вас! Сегодня я хочу показать интересный мастер-класс по плетельню объемных сережек в технике фриволитеан карс. А если вдруг вы впервые на моем канале, то не забывайте подписаться, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о моих новых мастер-классах. А для этого мастер-класса нам потребуются нитки, я буду использовать капрон в два сложения, а также ариана вега, также нам потребуется обычный чешский бисер, для расшивки 6,4 миллиметровые бусины, два челнока. Ну что же, давайте приступим! Начнем плетение с первого мотива, который будет состоять из четырех колец, при этом мы должны плести 20 бисеринок, поэтому заранее на челнок мы должны надеть нужное количество нам бисера, то есть 20. Итак, я сделала это уже заранее. Начинаем плетение первого колечка. Плетется оно с использованием пяти бисеринок, поэтому сразу отсчитываем и подгоняем пять штук. Плести первый мотив мы будем одним челноком. Не забываем также, что вначале у нас есть хвостики, которые мы должны будем заправить в три-четыре узелка. Плетем вначале первых четыре узелка. Далее по схеме мы должны вплести пять бисеринок через один узел. Подгоняем одну бисеринку, вплетаем ее и так пять бисеринок. После этого мы должны выполнить пико и доплести девять узлов. Вот такое маленькое колечко у вас должно получиться. Далее мы плетем кольцо без использования бисера. Колечко у нас будет плестись по схеме семь пико-двадцать пико-семь. После первых семи узлов мы должны будем выполнить соединение за пико, которое у нас есть в предыдущем колечке. Вот у нас это пико. выполняем соединение. Далее плетем двадцать узлов. Делаем пико и доплетаем последних семь узелков. Вот что у вас должно получиться. Далее мы доплетаем точно такое же колечко. При этом мы помним, что нам нужно вплести пять бисеринок. Подгоняем их сразу. Начинаем плести в начале девять узлов. Выполняем соединение за пико. Далее после соединения мы плетем вначале один полный узел. Потом начинаем вплетать пять бисеринок через один узел. Доплетаем четыре узла. И затягиваем колечко. Вот посмотрите, что у нас получается. Теперь мы сплетем последнее кольцо, которое у нас будет располагаться вот здесь. Последнее колечко будет плестись у нас с использованием десяти бисеринок. Поэтому сразу подгоняем их. И начинаем плетение. Мы будем вплетать все бисеринки через один узел. При этом после пяти вплетенных бисеринок мы должны будем сделать пико посередине. Поэтому вначале вплетаем пять бисеринок. И вот на данный момент я вплела пять бисеринок. Теперь я сделаю пико. И далее буду вплетать оставшиеся бисеринки. Теперь аккуратно отрезаем кончик и фиксируем его в нашем элементе. Пока что готовый элемент мы можем отложить в сторону. Если вдруг вы не знаете, как фиксировать кончики ниток, то вы можете посмотреть видео на моем канале. Ссылку на него я оставлю вот здесь сверху. Следующий мотив у нас будет плестись по вот такой простой схеме. Он будет состоять у нас из дуг и колец. Кольца я буду плести голубой нитью, а дуги темно-коричневой. Для плетения этой схемы нам понадобится два челнока. Связываем концы ниток между собой. И начинаем плетение. Плетем колечко пять пико пять. Далее мы меняем челноки местами для того, чтобы дуга у нас была другого цвета. Плетем дугу семь пико семь. Хорошенько подтянули дугу. Опять меняем челноки местами и плетем колечко семь пико семь. При этом после первых семи узлов мы выполним соединение с нашим первым мотивом. Помните, да, что у нас вот здесь вот на колечке вот этом с бисером есть пико. Подкладываем работу. Проходимся через пико. Находим его здесь. Вот оно у меня. У меня оно вот здесь. И доплетаем колечко до конца. У нас осталось там доплести семь узелков. Далее мы снова меняем местами челноки и плетем дугу. Здесь на самом деле будет повторение. Мы доплетаем дугу и колечко. Дуга у нас плетется по схеме семь пико семь. Далее мы меняем челноки и плетем кольцо пять пико пять. Мотив полностью готов. Вот так он должен у вас выглядеть. Теперь мы должны сложить его. Но смотрите, у вас должно это все происходить на лицевой стороне. Как определить лицевую сторону? Колечки у вас должны лежать на большом кольце, а не наоборот. Складываем пополам. И вот эти кончики протаскиваем сквозь колечки боковые с бисером. Вот они у нас. Одно и второе. Все. Пока что мы ничего здесь больше не делаем. Вот так у вас должна выглядеть работа. Откладываем ее в сторону и начинаем плести следующий, третий мотив. Который плетется у нас всего лишь одним челноком. Вот он у нас. Но при этом мы будем использовать бисер. Бисер нам понадобится нанизать 12 штук. Он будет использоваться в боковых колечках у нас. Вот в первом и третьем, как видите. И цвет я решила сделать голубой. Так, первое колечко у нас будет 5. Потом далее мы вплетаем 6 бисеринок через один узел. Пико 10. Подгоняем сразу 6 бисеринок для плетения. Начинаем плести. Плетем вначале 5 полных узлов. После этого начинаем аккуратно вплетать наш бисер. После каждой плетеной бисеринки делаем один полный узел. Вплели одну бисеринку. Сплели полный узел. И так 6 раз. После этого делаем пико. А далее доплетаем 10 узлов. Вот такое колечко у вас должно получиться. Далее мы берем наш предыдущий мотив и будем выполнять соединение. Соединяться мы будем с вот этими кольцами боковыми 5 пико 5. Сейчас покажу вам поближе. Соединение будет выполняться за колечки 5 пико 5. И по сути это у нас будет обратное соединение. Ну, просто я не знаю как правильно его назвать. Мы подкладываем вот таким образом нашу работу. И за вот это колечко мы будем соединяться. После того, как мы затянули кольцо, подкладываем нашу работу. И выполняем соединение за колечко. Просто обычно проходим все и делаем узел. Чтобы работа у нас лежала именно в том месте, где нам нужно. В принципе, этого можно и не делать, и просто пришить потом работу. Но я решила, что мне намного удобнее выполнить соединение сразу. И поэтому я соединила колечко, просто продев его за пико кольца 5 пико 5. Далее я продолжаю плетение. Следующее кольцо у меня будет без использования бисера. Колечко плетется по схеме 9 пико 23 пико 9. Причем после первых 9 узлов мы должны будем выполнить соединение с колечком, которое мы ранее сплели. Вот я сплела 9 узлов. И теперь выполняю соединение за пико. Далее мы плетем 23 полных узла. Это колечко плетется достаточно сложно, так как оно большое. Поэтому старайтесь плести узлы максимально слабенько, чтобы затягивать колечко вам было комфортно. Вот что у вас должно получиться. Далее мы плетем последнее кольцо, точно так же с использованием бисера. Там нужно будет плести 6 бисеринок. Для удобства я переверну свою работу, но при этом я должна буду еще выполнить соединение за колечко 5 пико 5. Соединяюсь я просто, прохожусь, подтягиваю, чтобы кольцо у меня было как можно ближе к ранее сплетенным моим колечкам. Вот видите, я подтягиваю работу. Это у нас получается обратное соединение. Но это я его так называю, возможно я называю его неправильно. Как по-другому его назвать я не придумала. И начинаем плести последнее кольцо. Не забываем плести бисер. Вначале плетем 10 узлов. Соединяем за пико от предыдущего колечка. Большого. Далее плетем 1 узел полный и начинаем вплетать 6 бисеринок через 1 узел. После того, как вплели бисер, мы доплетаем 5 последних узлов и затягиваем работу. Итак, вот как должна выглядеть ваша работа после того, как вы затянете колечки. Теперь нужно не пропустить интересный этап в сборке сережек. Мы должны оставить достаточно длинный кончик нитки для того, чтобы сразу же пришить вот это наше центральное кольцо с бисером в основании большого колечка. Для этого мы аккуратненько проходимся за основание всех колец, стягиваем их между собой, во-первых. Вот эти колечки должны лежать рядом. Вот так. Далее мы входим в основание нашего центрального кольца большого. И проходимся также за пико в колечках с использованием бисера вот этого мотива. Все, после этого работу стягиваем, чтобы выглядело все красиво и аккуратно. И смотрим, чтобы у вас работу не перекосило. После этого выводите ваши кончики нитки на, например, изнанку и фиксируйте их. Все очень просто. Вот так должна выглядеть ваша работа после того, как вы спрячете все кончики ниток. Посмотрите, она должна быть обязательно симметричной с двух сторон. И ни в одну из сторон не должна загибаться. Поэтому пришивайте очень внимательно. Вот это у меня изнанка. Пока что мы можем отложить в сторону нашу заготовку. И теперь начнем плести боковые части от этой сережки. Схема для боковых частей будет очень простой. Состоит из двух колец и одной дуги. Плетется двумя чуноками. Снова колечки я буду плести голубой нитью, а дуги темно-коричневой. Связываем концы ниток и начинаем плести. Первое колечко у нас будет 5 пико 5. После первых 5 узлов мы будем выполнять соединение. Поплетем первых 5 узлов. Далее берем нашу заготовку. Переворачиваем ее наизнанку. И за пико, которые у нас остались на дугах, вот этих коричневых, мы будем присоединять наше колечко. Аккуратно выполняем соединение. Доплетаем оставшихся 5 узлов. Темно-коричневой нитью начинаем плести дугу из 10 узлов. Последнее колечко у нас 5 пико 5. Просто доплетаем его. Ни за что не соединяется. Вот что у вас должно получиться. Теперь мы должны зафиксировать кончики ниток. И точно такой же мотив мы должны сплести только с другой стороны. Вот наш готовый мотивчик. Теперь мы его будем собирать. Вот эти кончики мы должны продеть сквозь дуги вот здесь, под коричневыми дугами. Посмотрите, я вам покажу вот сюда. То есть мы вот это колечко 5 пико 5 продеваем вот в этот промежуток. На изнанку прохожу с одной, подгибаю и с другой стороны. Ничего более я делать пока что не буду. Посмотрите, как симметрично и аккуратно должно получиться. Сзади потом мы вот эти колечки зафиксируем, но сейчас нам это не нужно. Откладываем в сторону и будем плести последний мотив из этих сережек, который будет плестись, кстати, одним челноком. Все 7 колечек мы плетем, накладывая друг на друга, а последнее 8 кольцо это центральное. Оно будет фиксировать наш центр. Я, наверное, весь процесс плетения вам показывать не буду, буду показывать поэтапно, чтобы вы понимали, где у нас происходит соединение колечек. И последнее колечко мы сплетем вместе. Первое колечко 10 пико 10. Второе колечко 8 пико 6 пико 10. При этом после первых сплетенных 8 узелков мы должны выполнить соединение. Третье колечко 10 пико 10 пико 10. При этом после 10 узлов мы выполняем соединение с предыдущим кольцом. Теперь у меня сплетено самое большое центральное колечко. 13 пико 13 пико 13. Далее мы доплетаем вторую такую же часть. Схему я оставлю вот здесь. По ней вы доплетаете до конца. Все то же самое, что и с этой стороны, только в зеркальном отражении. Вот так должен выглядеть ваш почти готовый сплетенный мотив. Теперь мы должны перевернуть его наизнанку и будем плести центральное колечко. Плетем в начале первых 3 узла. Выполняем соединение за основание центрального самого большого колечка. Далее плетем еще 3 узла. Соединяемся с боковым колечком маленьким 10 пико 10. Точно так же за основание. После этого доплетаем 5 узлов полных. И затягиваем кольцо. Вот такой элемент у вас должен получиться. Я оставляю достаточно длинный кончик нитки, для того, чтобы мне было удобно им расшивать работу. Иглу я надела. И теперь для начала хочу пройтись до середины вот этого колечка. То есть мне нужно вернуться, чтобы быть четко посередине. Возвращаться я буду за основание своих узелков ранее сплетенных. Всего лишь нужно сделать 2 стежка. Все. Как только я окажусь посередине колечка, я беру сборный наш мотив, подкладываю работу. Нам нужно, чтобы колечко оказалось в месте соединения вот этого мотива. То есть в основании большого кольца. Туда же я и буду пришивать вот этот мотив. Вот смотрите, я прохожусь иглой в основание. Делать это нужно очень аккуратно, так как у нас цвет нити немного различается. И нужно сделать так, чтобы стежка на лицевой стороне не было. Проходимся туда и обратно. Вот посмотрите, у меня ничего не видно абсолютно. Далее мы еще раз выходим на лицевую сторону, для того, чтобы пришить бусинки вот в это место. Надевать я буду вначале 4 мм бусину и 6 мм. Итак, теперь я нахожу центральную часть, точнее центральный узел на синем вот этом кольце. И аккуратно пришиваю туда бусину. Далее я надеваю еще одну бусину 4 мм. И пришиваю ее уже к центру коричневого колечка. Я лучше советую пройтись еще раз через бусины и зафиксировать нить с изнанки. Далее я решила также добавить бусины по бокам, вот здесь. Получается, теперь мы должны повернуть работу наизнанку и аккуратно пройтись в основание вот этих колец. Проходимся через основание. Обязательно следим, чтобы не было нигде заметно нашу нить. Надеваем бусину. У меня это 6 мм. Вшиваем в серединку. В узелки. Вот так. И возвращаемся назад. Теперь мы должны прошить и пройтись через основание следующего лепесточка. Теперь я уже надеваю 4 мм бусину. Ищу центральный узел. Вшиваю в него. Прохожусь туда-обратно. Вторую сторону я уже не буду показывать, как я буду пришивать, потому как она полностью идентична этой стороне. А далее после этого я зафиксирую кончики ниток. И мы приступим к расшивке верхней части. Все кончики ниток я уже зафиксировала. Теперь мы должны помнить, что у нас остались незафиксированными колечки 5 пико 5. Вот, с изнанки. Здесь мы должны аккуратно пройтись через основание центрального колечка большого синего. И прихватить за пико 2 колечка. Далее я просто прихватываю и прохожусь несколько раз, чтобы кольца были зафиксированными. Далее я очень аккуратно пройдусь под колечками вот этими синими. При этом вы можете немножко фиксировать там вашу нить, чтобы ее не было заметно. Аккуратно проходимся до соединения вот здесь, в этом месте на дуге, где у нас было пико. Проходимся через него. Надеваем бусину, переворачиваем работу и выходим на лицевую сторону. А далее здесь мы должны очень аккуратно пройтись через дугу. Я буду пришивать примерно где-то в четвертый узел на дуге. Делайте это максимально незаметно, потому что все-таки цвет нити у нас отличается здесь. Лучше будет, конечно, если вы пройдетесь прям сквозь дугу. И далее возвращаемся назад тем же самым способом, как и пришли. Вот видите, я прошу ось, сцепилась за дугу. Вот я переворачиваю работу и прохожусь через соединительное пико от колечка 5 пико 5 и дуги. Мы аккуратно опять возвращаемся через соединение по середине. На изнанке. Притягиваем и точно так же прошиваем вторую сторону. Вот такая сережка у меня получилась. Ну что же, одна сережка у нас готова. Теперь нам нужно сделать такую же вторую. А вот и вторая сережка. Посмотрите, что у меня получилось. Не обязательно расшивать так же, как у меня. Можно сделать по-своему. Главное, чтобы у вас все элементы были зафиксированы. Теперь осталось только приделать швензы. И работа будет полностью окончена. Ну что же, вот такой интересный мастер-класс вы сегодня посмотрели. Если он вам понравился и был полезным, то пожалуйста, поставьте лайк этому видео. А так же подписывайтесь на канал. А я прощаюсь с вами. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok